Средний статистический гегемонный класс, где там нет мамы, которая вытаскивает ногу, засовывает туда руку, почесает пятку и кричит там, папа, комеек, и папа, ты-ты-ты-ты, несется на кухню. У меня когда в свое время была ситуация такая, очень нехорошая в жизни, я выпал в гости, где там вот такая вот семья. Там мама такая, ну серьезная, детская, и очень-очень такой папа, ну который бегает там все время. Вот, ну и вы же понимаете, первый день в гость, а второй день уже свой. И на мне это тоже попытались построить эту модель поведения. Я помолчал, пока ушел муж, закрыл дверь, закрыл дверь, загнал дочь и маму на подоконник. Мы научились принимать строевую стойку, для начала, да. Сказал, в моем присутствии даже не дышать, даже духи не разговаривают в моем присутствии. Еще раз ты посмеешь просто сказать что-то, что мне не понравится, да, я что-то из тебя сделал, ну могу превратить в жабу. Есть сомнения? Могу сейчас на маме на твоей продебатстве, ты останешься одна, сиротой. Дравится тебе такое положение? Не нравится. Да, теперь слушай меня в дебатчике. У вас великолепная книга стоит на полке, называется «Этикет». Открываем страницу номер 247, тут написано «Прием гостей». От сих до тиража и типографии, вечером провели, вечером провели. Приступайте. Короче, к вечеру приходит муж и с ума сходят. Поляна, жена ходит вот такая вот, все. Я вечером приезжаю в гости, он говорит, «Лекович, а что тут произошло?» «А вы, во сколько?» «Сразу за тобой вышел». «Ты доработаю, я доработаю». «Ничего не делал». «Как?» «А, ну, ребята, в следующий день теща приехала, вы понимаете. Пришлось повторить процедуру, пришлось повторить процедуру». Притом, теща я не повторял то же самое. Я рассказал историю про своего друга. У меня же у меня друг, очень интересный парень. Я вам рассказывал эту историю, рассказывать не буду. Ну, там смысл в чем? Жена пожаловалась маме, он сказал, а он парень из западной Украины, он сказал, мама, мама, никуда не уходите из дома, я сейчас приеду, подождите. Зашел, мама, как дверь открыла, он говорит, бац, сразу же в пятак, без разговоров, просто. Теща брык и лежит. Он постоял, покурил, пока она в себя пришла. Он говорит, мама, садитесь, вот вам цветы, садитесь в ресторан, поедем поговорим. Посадил ее перед собой, говорит, еще раз влезешь в мою семью, я тебя на куски разрежу, просто. Понятно? А жена же утром звонит, она же опять недовольная, говорит, мама, он твой муж, как сказал, блядь, так и будет. Понятно тебе, не звони мне больше. Он говорит, каждый раз, когда вы будете давать советы, я буду приезжать еще раз и класть вас тут на воду. А парень, я сейчас объясню, в чем проблематика. Так ведь никто не делает, практически никогда не бывает. Значит, мальчик, про которого речь идет, он диверсант, боевой пловец. И он в тот момент только со службы уволился, засроченный, мичманом стал. И женился жду на девушке севастопольской в школе водолазов. Они только на практику приехали, замкомандира группы. И он просто, в принципе, не понимает, как по-другому можно разговаривать в диверсионно-разведывательном центре. То есть он сразу резко отреагировал. Притом он говорит, ну а как еще с ней разговаривать? У него не укладывается, что может быть какой-то диалог, он не понимает. Он ее просто ударился. Потом он говорит, да я лягун, я что-то, а там вот товарищи, блин, короче, если Игоря и Леху соединить вместе в плечах и Анатолича Ростом. Мичман, чуть ниже 180, глаза стальные, стеклянные, боевой пловец с майского с острова. То есть он всю жизнь прожил в разведно-диверсионном центре, и тут какая-то теща появилась, которая мешает ему жить. Он, конечно, сильно расстроился, сильно. Притом, ребята, вы себе не можете представить, я посещаю эту семью уже на протяжении, ну, наверное, лет восьми. Это самая крепкая семья, которую я знаю вообще. У него идеальная жена, идеальные двое детей. Дети обожают папу, муж обожает жену, жена обожает мужа. У них просто мира согласия, очень полное. Я не могу понять вообще, как, я же откуда вот эту историю знал-то? Ну, что думаете, я же не был, я не признался. Я спросил его, как достигается такая организация в доме. Он говорит, ну, Викторович, я тебе расскажу, если ты... Сейчас мы выпьем вторую бутылку, я тебе расскажу, доперем, я тебе... Я просто не могу спокойно об этом говорить, как достигается такая организация в доме. Организация. Потому что у него дом идеальный, просто я не видел такого дома. Он говорит, ну, ничего, было дело, когда я женился, да, и вот такая вот ситуация случилась. И сегодняшнего дня мама подарила трехкомнатную квартиру, мама купила зятю машину. Ну, а потом зять вырос, уже сейчас, на сегодняшний день капитан второго ранга, капитан второго ранга. Потому что раньше же нельзя было стать офицером, не пройдя срочную службу в тех войсках. То есть там приходили матросами и становились офицерами. То есть нужно было семь лет учиться. То есть, поэтому сначала срочка, потом нужно было поступить в школу мечманов и прапорщиков. После мечманов и прапорщиков нужно было поступить в единственное учебное заведение, которое было в Советском Союзе. После этого нужно было попасть на спецфакт, в один взвод офицеров от водолазов ОСНАС. И только десять человек в год выпускались командиров в группу. Десять человек на ВССР, представьте себе. Десять человек. Нужно было выдержать инженерную подготовку, высшую математику, самаромат и так далее. То есть нужно было инженерный кораблестроительный факультет закончить, для того, чтобы служить в этих войсках в те времена. Очень сложно было. И было очень мало офицеров, которые приходили извне, например, с десантных войск, с военно-морского флота, которые попадали в это спецподразделение, в эту линию военно-морского спецназа и оставались больше одного года, не выдерживала ни психика. То есть те, кто хорошо прыгают с парашютом, подводные, ну водолазные подготовки не выдерживают. Те, кто хорошо водолазные, они воздушную не держат. Кто-то психоподготовку не держит. Кто-то выходы, жена, семья и так далее. То есть длинное втягивающее реле, потому что очень сложная служба. Слово, земля, воздух, море, очень сложная. Система автоматизмов не успевает адаптироваться человека. Нервная система очень сложно работает. Поэтому во всех странах мира, вы знаете, военно-морской спецназ считается, что элитой. Элитой. Что у нас, что вы. То есть самый элитарный спецназ всех спецназов считается военно-морской спецназ. Самая тяжелая подготовка и самые подготовленные люди служат в этих войсках. Ну, это, так сказать, большое отступление, чтобы вы развеялись перед следующей частью поздания мира. Как, Валя, называется? Я могу делать, только это. Правильно. Когда мы? Вы поняли, что использовать других очень сложно. Человек получает стадию. Вот здесь. Познание мира. Я могу делать только это. Что это значит? Отсюда проститутки появляются, отсюда все столеют. Вот здесь. То есть, если кроме того, как трахаться, я больше ничего не могу, то я буду проституткой. Если я к этому времени вот здесь накопировался того, что мне позволяет носить кофе, делать что-то, куда я научился, значит, вот ограничение. Я могу делать такое. Отсюда возникает что? Некое представление человеку о работе в бизнесе, которое у него что? Складывается на протяжении всех стадий познания мира. Вот эти стадии познания. Раз, два, три, четыре, пять. Стадии познания мира. На уровне системы базовой автоматизма. И вот именно здесь складывается это познание человека мира. Вопрос на засыпку. Можно ли это исправить? Да, или очень легко? Система автоматизмов, она абсолютно в вашем ведении. То есть, можно заклинить эту хрень вот здесь. На выборе эффективных моделей поведения. С этого и начинается работа. Всегда с человеком. Ломают модели поведения, которые что? Скопились? Больно? Знаю. Ничего сделать нельзя. Вот здесь. И начинают ломать. Ставить под контроль. Именно контроль. Не воспитание. Воспитание начинается вот отсюда. После того, как сломали те модели поведения. Нет смысла воспитывать, пока будут возвращаться те модели поведения, которые... То есть, они же формировались, вы видите, сколько времени. Определенным методом. Следующее. Человека учат, что? Взаимодействовать с другими. Вместо того, чтобы использовать других и театры создавать. Понятно? Следующее. Его учат, что? Делать все, что угодно. А не только это. Вот здесь мы попадаем в ключ, который называется универсализация. Но тянуть вверх эту систему очень тяжело идти вверх. В гору тяжеловато. Очень тяжело. Ноги болят в гору. Долго идти. Поэтому можно что? Идти вместо горы сверху. По сути своей, вот здесь начинается некая другая система. Как, Валечка, следующий шаг называется? Поиск или встреча наставника. Да. Вот здесь человек встречает некого человека, который берет его за грудки, ставит перед собой и говорит, слышишь, падла? Вот что ты с Олегом сделал? Слышишь, падла, не зли меня. Понятно? Вот здесь он встречает своего первого руководителя, первого наставника. Вот здесь возникает наставник. Возникает система воспитания. То есть, тот, кто наставляет. То есть, что значит? Берет с неверного пути, возвращает и обратно ставит на тот. То есть, вот такое постоянно... А для этого что? Применяются разные методы, в том числе и битье, которое определяет сознание в этот момент времени. Вот Олег Анатольевич вам скажет, у него много подчиненных, да, что битье как бы определяет сознание, берется палка, берется палка, дубинка, вот такая, вот такая, вот такая, разная. И начинается воспитательный процесс. А что значит воспитательный процесс? Мы быстро проходим физическую стадию познания мира. Очень быстро проходим физическую стадию познания мира. То есть, если его не стукнуть в этот момент времени, Олег Анатольевич абсолютно прав. Он не поймет. Он так и повестит вне стадии познания. Поэтому его что, просто бил? Вот это выглядит. На Руси деды, вы помните, брали хлыст и били по жопе. Просто. Говорили, э, малой, ты, ты чё? А ну давай. То есть, один-два удара по заднице, сразу же, быстро, человека куда? Переводят на пушку. То есть, оказывается, тут скорость, можно ускорять познание мира до состояния в высшем. Мы сейчас будем смотреть более высокие стадии, где специалистом человек становится. Можно убыстрять на каждой стадии. То есть, применённое вооружение, мои слова, перестают вызывать сомнения. Абсолютно верно, кто-то я здесь сказал. То есть, никто кроме меня с вами справиться не может. Да, ну ничего страшного. Да, буду мучиться я. То есть, очень просто. Берёшь за холку, берёшь за холку, говорит, слышишь ты? Э, быстро походим в стадию познания и переходим к Пусе. Переходим к Пусе. А Пусе уже надо отвечать на вопросы. Пуся начинает тебя тягать за руки и говорить, слушай, что такое сделка? Что такое сделка? Как ты заключаешь сделки? Расскажи мне. Давай. И вот здесь ты, Пусе, начинаешь много рисовать, много объяснять. Для чего? Для того, чтобы важность здесь подготовки на уровне Пуся, что? Чтобы Пуся знала, что нет больше информации, никакой в мире, и дать ей возможность это проверить. Что это всё, что существует, об этом. И дальше нужны критерии, которые могли бы помочь Пусе проверить, что истина, что ложь. Дать вот это всё Пусе, она помучается, она помучается, поймёт это всё, но ничего другого нет, и полезет дальше на город. Полезет дальше на город. А вы вот тут стоите, что это? Помогаете тросом Пусе, лезь, вы, вы, не, не, она лезет, Пуся, а вы её что? Тяните, тяните, на тросе вверх эту Пушу. Понимаете? Следующая сторона, смотрите, это выбор эффективной модели поведения. Здесь что? Правильно, убрать из среды обитания. Где был? Почему? Почему? Если вы не хотите системы автоматизма, через какой-то промежуток времени примет условия эти, то есть, эффективных моделей поведения. То есть, он смотрит, в офисе приходит как? В пиджаках, в свитерах, там, в брюках, в туфлях. То есть, он как белая ворона. Блин, ну, не хочется мне выглядеть как белая ворона. Придётся, сволочи, что, переодеваться, идти домой. Пришёл, там, хочу ходить в брюках. Не может женщина на работу ходить в брюках. Будет ходить в туфлях и юбках. Мне, я могу заболеть. Мне будет холодно. Ничего страшного, ничего страшного. Будешь ходить в юбке. Хорошо. Хорошо. Всё. Здесь как раз учат модели поведения, которая должна быть где-то. Пока человек действий никаких, что, не совершает. Мы пока просто учимся инструментаре, которая называется модели поведения. Почему? Модели поведения это самый низ инструментов. Первое, с чего начинается изучение инструментов, решение задач любых инструментов, это с модели поведения. Здесь у вас неправильная модель поведения, никакой инструмент что-то не поможет. Они должны в совокупности применяться. То есть, модель поведения это некая база, некая база, на которой срабатывает результат.